Радио Болтком Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Да, спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был с господиной Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться» Вот таков наш закон Доброе утро, уважаемые слушатели Эксперцию, потом организации, руководство частных муниципальных домоуправлений В том числе РНП Айвар Гонтарев, здравствуйте, уважаемые эксперты Доброе утро Доброе утро Ну и у нас сразу вопрос из прямого эфира Здравствуйте, доброе утро Как зовут вас и с чем? Вот что на душе? Ренсену 40, опять нам не почистили снег По колено снег, не пройти, не проехать Ну когда же это прекратится-то? А прошлый раз трактор приехал, сверху прошелся слегонца И потом, как начало таять там воды и снега со льдом было, пощикало Понимаете? И нагло приехала домоуправлений Говорит, это все нормально В сапогах резиновых Чуть-чуть вылезла и уехала На машине на своей Я не понимаю, почему не наказывают вот таких людей? Ну увольте, возьмите другого человека Безработных валов Вопрос, претензия понятна Ренцена 40, уже не в первый раз Я чувствую себя этим ведущим Кто будет отвечать? Я могу сказать так, нет комментариев Ну во-первых, вообще наш город не готов к снегу в общем Потому что если говорить о технике, то техника она вроде есть Но когда падает снег, ее нет Поэтому очень трудно договориться о том, чтобы было достаточное количество техники Именно в тот момент, когда она нужна Чаще всего это не получается И никто из бизнеса не собирается резервировать какие-то мощности под снегопад этого года С учетом того, что неясно, что будет в течение ближайших лет В этом есть проблема В этом есть проблема Мы с Эвером давно об этом говорили Пока уборку наружных территорий не отдадут большими кусками на внешнюю Аутсорсинговую услугу, которая будет Фирма хорошо механизирована Когда ей будет смысл механизироваться Оптимизироваться, оптимизировать процессы и отвечать До тех пор это все будет продолжаться Ни одно домоуправление сегодня Ну может быть РНП, и то я вижу только жалкие потуги с техникой Руками не все Ранца на улице как раз под РНП И нужно открыто, наверное, сказать, что город не справляется со снегом В этом году не справляется Могут говорить что угодно Я сам лично до последнего на велосипеде даже зимой ехал Что с велодорожками бил, это вообще был кошмар Здесь ответ один Или ждать, когда что-то наладится в городе Реально кто-то в это верит Думаю, что никто не верит Что в городе вдруг по щучьим велениям, по моему хотению Будет так, как надо быть С уборкой снега и так далее Ну не будет И по отношению, мы не можем с вами поменять Как убирается там снег на улицах, на тротуарах и так далее Но мы можем поменять то, как убирается снег в нашем дворе Прямым образом Мы выбираем того, кто наш поставщик Мы голосуем и говорим Вот мы хотим так или это Да, ну РНП Ну единственный вариант Ну у вас очень много проблем Не первый раз звоните на прямой эфир Ну большой дом, ну соберите Там один этот трактор, который локально годится на дом Маленький такой, он ручного управления Он не так дорого стоит Перенимайте дом управления на себя Говорите, что вот дом управления Что вот наши условия, чтобы такого рода техника стояла Именно у нас там в сарае, в складе еще где-то Да, и по выпаду снега, чтобы она была доступна И чтобы наш дворник был такой, который может этой техникой управлять Все, да, это будет стоить какие-то деньги Да, которые нужно осмечивать конкретно в вашем доме Но это единственное решение Потому что, ну, посмотрите вокруг, что творится Да, ну город не справляется со снегом Это раз Подразделения, все структуры города Тоже не справляется со снегом Если вот то, что та идея, о которой мы говорим все время с Сергеем Да, объединить и сделать один большой Большую закупку и одну большую компанию Которая бы убирала все Так это же как обычно, да Это будет, мы знаем, как проводятся закупки в городе Это опять будет все там переспариваться Там сниматься Будут приходить следующие депутаты Опять будут все пересматривать И у ни у кого в системе нет стабильности Система вот та же самая по уборке По любой Любой она может работать тогда Когда все четко, прозрачно, понятно и прогнозируемое Чтобы такой предприниматель Любой предприниматель Чтобы прогнозировать свой объем По технике Чтобы он был закупить, мог бы ее И так далее Но ему нужен договор как минимум на 5-6-7 даже 10 лет, я бы сказал Вот тогда можно таким образом делать Создавать Он знает, что не проработает один год И его не вышли следующие, которые придут за властью И тогда можно и объединять Иначе без вот такой Долгосрочного мышления О порядок в городе ненависти К сожалению, мы пока Этого долгосрочного мышления Мы не видим Да, вот, ну, к сожалению Я напомню нашим слушателям Что можно не только звонить Можно, конечно, и писать Писать на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 2-3-0-6-1-9-1 Пишите Задавайте ваши тоже вопросы И с прошлой вот как раз передачи У нас осталось два вопроса На которые мы не успели ответиться Они пришли уже так, по-моему, в последний момент Один из них был следующий Значит, обслуживающая компания Открыла свою собственную фирму По обслуживанию лифтов Учредитель один и тот же Стоимость работ превышает стоимость других компаний Вот по ремонту лифта Имеют ли жильцы право отказаться От услуг фирмы Которые нам навязывают Обслуживающая компания А лифт у нас стоит не отремонтированным Не имеет Скорее всего, эта компания называется Северити Так как они, я знаю, что Создавали свои субструктуры Реально эти субструктуры Были недееспособные Они нанимали других субподрядчиков То бишь тех же компаний Которые уже в рынке работают С юридической точки зрения Все эти услуги, они как отдельные услуги И только от владельцев квартир Зависит от того Какого большого объема Уполномочий по управлению Они передают Обслуживающей компании И они смело могут сказать Нет, мы, значит, сравнили цены Мы сравнили поставщиков Мы хотим по обслуживанию лифтов Вот эту компанию на этих условиях И выделяйте, пожалуйста Вот эту строчку В наших счетах отдельно Чтобы мы все видели Другая ситуация Если мы говорим про дома В которые являются Неперенятые, так называемые, дома Под РМП Тогда обслуживание лифта Является как обязательная услуга И ее просто так выделить Так же, как выделяется Трехстроенные договора нельзя Так как она является еще раз Обязательной услугой Но если дом перенят И под РМП Жители могут поступить Таким же образом Они могут доверить Обслуживание своего лифта Любой компании Которая на рынке И которой они доверяют Сергей? Да я ничего добавить И еще один вопрос Который прозвучал В прошлой программе А еще раз напоминаю 2-3-0-6-1-9-1 Значит, управляющая компания Навязывает план на 10 лет По ремонту дома Причем многие работы Не требуются Может ли это привести к тому Что управляющая компания Возьмет кредит Повесит этот кредит На владельцев И проведет ремонт И без согласования На момент ремонта Ну это зависит от двух моментов Первый момент Какая управляющая компания Если РМП То утверждение Плана ремонтов И вообще Плана управления Происходит следующим образом РМП публикует На своем сайте Жители в течение Шести недель Там нескольких недель Должны собраться И принять решение Акцептируют они Этот план или нет А если это Обычное домоуправление Которое имеет Обязанность Составлять планы В том числе И перспективные Это наша должностная Обязанность Это подразумевается Составлять Я подчеркиваю Планы И после этого Их публиковать А если у меня У домоуправления Нет отдельного Полномочия Реализовывать эти планы От своего имени В данном случае Каждое мероприятие Из этого плана Должно быть Потом утверждено Отдельным голосованием Такой порядок Тогда уже Когда проявляется Голосование По конкретному вопросу Тогда и происходит Одновременно Принятие Вещания О стоимости Работы И источники Финансирования Это кредит Или это Ну не знаю Что-то Самофинансирование Заемные средства Обложенный платеж Но таким вот образом Значит Если управляющая компания Начнет самовольно Производить ремонты Которые Не заквалифицируют Как неотложные А это Очень мелкие Ремонты То в этом случае Жители не обязаны Оплачивать Такой ремонт Если он не будет Это вкратце Там надо смотреть В детали Ну и Я бы хотел остановиться Еще на Мнении Нужны Не нужны Ремонты А кто Кто решает У нас в доме Нужен Или не нужен Ремонт Мы у себя В кооперативе Обязательно Основываемся На заключении Соответствующего Строительного Специалиста Соответствующим Цертификатом Либо Инструкциями Допустим Завода Производителя Который Устанавливает Предельные Сроки Надежного Надежной Эксплуатации Оборудования В вашем случае Если это просто Мнение одного Из жильцов Ну Его надо уважать Но все-таки Наверное Надо обращать Внимание На то Что говорят Специалисты И не экономить В данном случае На технической Экспертизе На техническом Обследовании Потому что Это единственный Объективный Критерий Который Можно дальше Эксплуатировать Надежно Эксплуатировать Данную Часть здания Без ремонта Или все-таки Ну То есть Сами Жители В какой момент Вот Где эта грань Где жители Могут принимать Решение А где Ну уже просто Становится ясно Что этот ремонт Необходим Это угрожает Вообще Собственно Существованию Дома Вы знаете Я бы сказал Так Во-первых Жители Имеют Абсолютное Право Вообще Отвергать Любой Ремонт Они имеют На это Право Но Отвергая Любой Ремонт Или вообще Отвергая Ремонт Какой-либо Они берут Ответственность На себя За последствия Потому что Если вы Соотвергаете Ремонт Крыши Своевременной То потом То что вы Потечете Со всех щелей И будете Тратить на тепло Гораздо больше Чем При исправной Крыше Это ваша проблема Поэтому Это нужно Четко понимать Второе Я хочу Подчеркнуть Так что Очень часто Мнение о том Что Не надо Делать Тот или иной Ремонт Основывается На том Что кто-то Из собственников Почитав Википедию Или посмотрев Чего-нибудь В гугле Не являясь Ни строительным Инженером Ни сертифицированным Специалистом Начинает заявлять А вот это Не надо Потому что И дальше Очень много Потому Но на самом деле Я бы просто призывал Если вам говорят Что у вас Не в порядке Такая Элемент Вашего здания Попросите Чтобы вам Предоставили Акт Технического Обследования Этого Там Сертифицированный Специалист Он разберется Надо Да Ну и я Еще раз Хочу напомнить Нашим слушателям Что сегодня У нас Последняя В этом году Программа Добро пожаловаться То есть Можно Наверное Заняться И подведением Итогов Как вот Бывает Принято В таких Последних Финальных Программах Вот Чем Запомнился Лично вам Этот год Какие Были Может быть Вызовы Трудности Поскольку Мы Вот этот Год Был Уже Вторым Годом Пандемии Понятно Что Очень Многие Услуги Было Сложно Оказывать Поскольку Мы И сидели В локдауне И на карантине И было Много Всего Чего В этом Году Ну Три Больших События Может быть Если Сергей Мне позволит Да Тогда Это наша Борьба В том числе Личная С Сергеем Насчет Изменений В законодательстве По Гражданскому Социальному Закону Да Которая Все же Наконец-то Наша Отрасль Дает Чуть Небольшом Объеме Все же Пара прав В первой руке Перед Ибочечным Кредитором Это Наверное Такой Номер один Событие Можно просто Про него чуть-чуть Подробнее Чтобы слушатели Понимали О чем идет речь Идет речь Про квартиры Которые заложены В банке И про боль Дома правов И боль Всех жителей дома Если вдруг Такая квартира Оказалась У них в доме И на нее Пошел взыск Тогда По законодательству Исторически Было так Что Все В сумме Обеспеченного Займа Которые Несколько раз Обычно Был выше Стоимости Квартиры Забирал Банк И Коммунальные Услуги Все долги Все оставались За эту квартиру Как долгами Перед Поставщиками Услуг В том числе Перед Дома правами Что делали Поставщики Услуг Как Рига Силтум С Рига Суденс Они Просто Говорили Нам не интересно Мы поставляем Услугу На дом Пока Пока дом Не расплатится Услуги Не будут Это приводило К тому Что Дом Правы Рано или поздно Приходили К Жителям И говорили Их информировали Что на вашем доме Долг 20 30 40 50 Даже 100 130 Доходило Тысяч долга За тепло Воду И так далее И когда Жители Начали Разбираться Тогда Оказалась Такая ситуация Что где-то Когда-то Несколько квартир Были проданы С аукциона Банков Банки Забирали Всю сумму Которая Идет За погашение Этого Ипотечного кредита И всем остальным Кредиторам Оставалось Ничего И сейчас Изменение Закона Предполагает Что там В рамках Процентов Определенных Что В первую В первую Очередь Сумма Квартиры Погашаются Коммунальные Далги Такая Большая Победа Ну Большая Победа Была бы Со всеми Если бы Было бы Так Что сначала Идут все Коммунальные Услуги Без ограничения Но тогда Законодатель Все же Принял Такое Где-то Посередине Половинчатое Решение Да Ну вот Это То О чем Очень Многие годы Более Десяти лет Вот Сергеем Мы встречались И в министерстве И в сейме И везде Объясняли Законодатели Вот Но очень Очень много Времени Потребовалось Для этих Изменений Но очень Много Грови Вот так Если можно В аллегории Сказать И тогда Из этого Истекающее Такое Второе Большое Событие О том Что Рига Силкумс Как раз Так и в этом Году Это был Первый год Когда они Подключили Дома С долгами Именно Вот Исходя Из того Что Были Эти долги Накоплены Все Годы И так далее И Рига Силкумс Никогда Не подключал Тогда Как-то Вот Наконец-то Каким-то Образом Эта проблема Решилась Айвен Может быть Извините Сейчас У нас Дозванивается Довольно Долгое Время Здравствуйте Вот у нас Та же ситуация На Рэнсен Сор 70 тысяч Долгов Уже 15 лет Эти долги Висят А Получается Что Вот это В сейме Депутаты Коррупционеры Явные Они Не хотят Принять Чуть-чуть Что-то Приняли Как вы Сказали 6% 6% Коммунальный То есть Это явное Преступление Явное Преступление Ну то есть У вас На доме Висит Долг Да Да Это значит Депутаты Банки Дают Деньги Вот это Мафия Бандиты Просто Как Коммунальный В первую очередь А банки Патлон Банки Вообще Пусть идут В лесу Понятно Спасибо большое Ну Такое Мнение Понимаю Очень эмоциональное Мы не будем Сразу Говорить о том Что Здесь прямо Все депутаты Бандиты Коррупционеры Все таки Ну вот Из этих Вот если на доме Действительно 70 тысяч Долга Вот эти 6% Они могут помочь Дому Как-то Выкрутиться Из этих Если действительно Большие долги Скорее всего Нет Насколько я знаю Ситуацию На Ренсен Тогда эти долги Исторические То есть Те квартиры По аукционам Уже были проданы И Это уже Зафиксированная Сумма Да И здесь Будет интересно Вот Если Это уже Старые долги Которых Нужно списывать Ну тогда Вот вопрос По отношению Наверное С Рига Силтумса Какая ситуация Там По конкретным Должникам Которые Создают Эту сумму С чего Состоит Эта сумма И каково Будет Политическое Решение Рига Силтумса Так как Вот я знаю Что наверное Кооператив Сергея Был один из первых Которому Рига Силтумс Начал списывать Долги Умерших Персон Сергей Я прав? Не только Умерших Но и тех Кто Прошел Процедуру Неплатежеспособности Там где Завершена Процедура Неплатежеспособности Так что Да Сейчас Кстати говоря По историческим Долгам Мы сейчас Сделали ревизию Возобновили Историю Регистрации Поскольку Мы все Исторические долги Которые у нас были Мы подавали в суд У нас есть Исполнительные листы Оказалось Что люди Неплохо Зарегистрировались В Германии Еще в некоторых Странах Евросоюза Мы исполнительные листы Сейчас отправили туда Я думаю Что Вряд ли Можно Там нужно делать Очень большую Ревизию Этих исторических Долгов Что-то Если бы В свое время Наподавалось В суд То что-то Еще Можно Заскать Что делать С остальным Непонятно Ну и Какое Было Третье Я понимаю Какое-то Событие Важное Третье Третье Событие Это Такой Вечный Спор Между Землевладельцами Домовладельцами Что Наконец-то Какой-то закон Принят Хороший Или плохой У каждой Стороны Есть свое Мнение Насчет его Но Какой-то закон Принят Наконец-то Потому что Несколько лет Все же Отрасль была Без регламентации Не было понятно Что будет Как будет Ну напомню Может быть Радиослушателям Что Это касается Тех ситуаций Когда земля Под домом Принят Какой-то другой Персоне Но не Владельцам Квартир Да Тогда Было Всякого Рода Историческое Решение Судов 4 5 6 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 7 8 Судов Из-за этого Высший суд Выносил Несколько Противореченных Друг Другу Решений И тогда Видно было Что в этих Решениях Сами Сенаторы Они Дописывали свои личные мнения, там, где они не были согласны с большинством. Ну, наконец-то закон принят, да, гласить, что это 4%, и даже там, если было историческое какое-то решение, что там 6% или больше, или какие-то другие условия, тогда, тогда, если там стороны не договорятся насчет других условий, это все-таки 5%, и эти 4% в себя включают все, и сам налог, и саму арендную плату, и также ПВН, если персона, которая принадлежит земля, является ПВН-плачельщиком, да, то есть закон принят, наконец-то, так что это третье большое событие, ну, может, Сергей еще что-то может добавить? Судя по откликам, результатом этого принятия закона будет не только снижение арендной ставки на землю, обязательно арендной ставки на землю, но, как я понимаю, пропадет интерес к спекулятивным сделкам по поводу этой земли, потому что до этого явно наблюдалось, что это люди рассматривали так называемые инвесторы как хорошие вещи. Купить 6% годовых, иметь ничего не делать, это, в общем-то, неплохой бизнес, даже за вычетом того, что 2% из этих шести ты и одну треть отдашь государству в виде налога. Сейчас это уже смысл такого финансировать, такие сделки, ну, похоже, что нет. Ну, на самом деле я бы добавил еще, что как событие, которое немного потрясло нас всех, это, по-моему, это так называемая мусорная реформа в результате всех скандалов, она в конце концов привела к такому печальному результату, я просто хочу отозваться на публикацию в гостей в газете «Вести» неделя, там вот была публикация, представитель департамента жилья сказала так, ну, если у вас нету места для установки мусорников около дома, то зачем вам большие мусорники, поставьте 4 маленьких. Вот такое спокойное предложение, которое прозвучало в прессе, ну, меня бы несколько поразило. Вообще люди вообще думают о чем-нибудь, они подходили к мусоропроводу, они смотрели на площадки для мусора, что-то линейкой мерили или считали, потому что, что значит поставить маленькие контейнеры. Ну, давайте, чтобы сегодня вместо одного кубового контейнера мы поставим 420 литров. Представьте, у меня 12-этажный дул в день производит 2 куба мусора. Значит, машина мусорная после такой новации, как мы разместим, все красиво, должна будет подъезжать 4 раза. В день? Да. Ну как, если у меня за день 2 куба набираются, да, а мы ставим там 120-литровый контейнер. Потому что если говорить о 4-х контейнерах, которые требуется установить, это значит, больше чем 120-литровый контейнер в это помещение не впихнешь, в эту площадку. Ну, получается, 4 раза в день. И плюс к этому, это должно подъезжать с утроенной чистотой 4 машины. Потому что одна за бытовым мусором, одна за упаковочным, третья за стеклом, а четвертая за этими самыми книющими отходами. В общем, классная идея. Это очень просто. Это, по-моему, по принципу там французской революции, чего они не едят пирожных, если у них нет хлеба. Так и здесь получается. А чего это там? Поставьте маленькие, мешочки поставьте. Ну, вторая идея, которая там этим департаментом очень хорошо опять-таки озвучала, что мусоропровод препятствует сортировке мусора, потому что люди кидаются в одну дыр. Ну, я тогда продлю эту идею так. Контейнеры препятствуют сортировке мусора, потому что сортировать его надо в квартире. И квартира является главным врагом. Вот если бы люди жили прямо на контейнерной площадке, то они бы тут же мусор бросали бы во все свои ящички. Давайте доведем идею до абсурда. Ну, и опять там подтверждается, что был опрос. И вообще, Олег, ну так я не знаю, можно это сказать, но у меня создалось впечатление, что у нас есть организация «Город для людей», а есть «Город, в котором эти люди живут». И это не одно и то же. Они там живут, а здесь они для нас создают город. Это две разные вещи. Поэтому с мусором мне как-то дальше, ну не знаю, я больше, наверное, склонен сказать всем «С наступающим Новым годом!» С прошедшим Рождеством и с наступающим Рождеством. И давайте не будем унывать. Еще не последний эксперимент, который над нами стоит. У нас между тем звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Вы знаете, я подумала, вот было бы очень полезно, чтобы фамилии вот таких экспериментаторов и креативщиков были бы хорошо известны людям. Народ должен знать своих героев. Спасибо. Спасибо. Ну, тут скорее реплика. Да, я хочу еще сказать, что действительно, ведь еще проблема в том, что люди бросают мусор неравномерно. То есть чаще всего вечером, когда у них наполняется, после ужина, когда они приходят с работы, тогда они в основном выносят мусор поздно вечером. То есть получается, даже если мы разделим это на четыре части, то будут приезжать машины увозить просто воздух, а в какой-то момент будет перегружены. Да, если вот заканчивая вот тему подытоживания года, тогда если я говорил про три вещи, которые каким-то образом наводят в порядок, то есть это изменение в гражданско-процессуальном законе, это изменение отношения Рига-Силтумса, впервые за все время, и принятие законов про земли, тогда это как позитивное, которое настраивает и наводит какой-то порядок, плохой или хороший, но порядок какой-то в отрасли. Тогда все же, наверное, нужно признать, что мусорная реформа – это полный провал, и это, скажем так, наводит не порядок, а наоборот, делать какой-то бардак в нашей отрасли. Если так сравнивать год, тогда в аллегории спорта 3-1. Три вещи, которые каким-то образом были позитивны, ну, одна, которая как-то непродумана, не до конца, ну, как обычно бывает, потому что кому-то очень надо было. Ну, все же год 3-1 заканчивает, все-таки он прошел на позитиве, и я тоже, с своей стороны, хочу всем пожелать с наступающими праздниками. Счастливого Нового года! Главное, не унывать, и чтобы было у всех жизнерадости, и желание что-то делать и наводить порядок у себя в квартире, в себе дома и в городе. Ну, я бы сказал еще, что позитивы добавляют, очень много позитива в данный момент добавляется у жильцов, которые проголосовали и прошли через реновацию домов. Потому что в приняничной обстановке, я могу сказать, что у меня дома, которые прошли реновацию, за ноябрь платили в среднем около 50 центов за отопление за квадратный метр. И поэтому я просто предлагаю всем остальным заглянуть в свои счета и посмотреть, насколько они позитивно в свое время отвергали все эти решения о реновации, насколько это сейчас становится болезнью. На самом деле, я призываю еще раз всех очень серьезно относитесь к предложениям по ремонту. Потому что, несмотря на все подозрения, что управляющие такой секой розетки, все-таки основное мы предлагаем вам это мероприятие по сохранению дома, по превращению утечек тепла и, может быть, вследствие причин не столь явных, как вам кажется. И поэтому надо очень серьезно к этому относиться. Похоже, что ситуация с погодой, не знаю, а вот с энергоносителями, она надувна. Да, это, к сожалению, негативная еще одна новость, которая произошла в отрасли, и нужно ее брать во внимание. В этом году, под конец года, это цена за энергоресурсы, которая за собой повлекла повышение цены за газ, повышение цены за электричество и повышение цены за отопление. К сожалению, это тоже негативная новость. 3-2 тогда. Да, 3-2. 3-2, но все же 3-2, да. Но, опять-таки, я хочу сказать, что в этой негативной новости есть положительная. Может быть, в конце концов, сообразим, что единственный выход это сокращать нерациональное потребление тепла. И как только мы примем эту позитивную мысль для себя, мы пойдем немножко в другую сторону. Вообще, в принципе, много что есть, что надо решать, потому что назревает проблема, как мы говорили, уборка территории. Она становится экономически, ну, просто неподъемным и для населения. Во-вторых, мы, вот я не знаю, я читал там некоторые отклики от людей, которые живут за границей, ну, даже в такой стране, как Финляндия, там оказывается, когда уж очень экстремальный снегопад, народ берет лопатки и выходит в свой двор. Несмотря на то, что есть управляющая компания, есть очень мощная техника и так далее. Мы как-то немножко научились свести себя, как сверхгоспода. Честно могу сказать, при сегодняшней организации мы держим на 2-3 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия, которое нужно почистить за 4-5 часов одного дворника. Как правило, женщины. Ну, физически это не возможно. Мы можем пыжиться, все, что угодно говорить, ну, вот так вот взять и раз и сделать все, что было в порядке, но это физически невозможно, особенно в экстремальных условиях. Значит, надо искать какие-то другие решения. С техникой вряд ли что-то получится. Не знаю, но здесь нужно искать другие организационные решения, чтобы в конце концов привести свои. Потому что даже я скажу так, ну, хорошо, но в моем доме в зале вычистили тротуар и дорогу. А рядом другое домоуправление, там не вычистили тротуар и дорогу. Ну, и какая радость от того, что у меня почищено. Ну, только что мы сами себя можем похвалить. Мы можем взять конфетку, пирожок с полочки. А рядом не почищено, я не знаю абсолютно каких причин, не хочу даже разбираться, но у нас это весь город, он сейчас вот так вот и поделит. Почищено, не почищено, почищено, не почищено. По одной улице ты спокойно не пройдешь. Ну, и что толку? Что одни потеют, другие нет, а толку пройти по улице невозможно. Значит, надо менять в корне систему. Ну, что же. Пожелание на следующий год. Сергей прав, потому что с точки зрения организации можно сорганизовать любую услугу. Ну, поймите, любая услуга, которая вам будет чистить снег сразу, незамедлительно, и 24 на 7 она будет стоить денег. Да, нужно ли это там жильцу простого многоэтажного дома? Наверное, нет. Да, из-за этого... Тем более, что в следующем году неизвестно, ну, то есть, это, в принципе, за долгие годы у нас такая ситуация, со снегом все-таки были совершенно бесснежные Рождество и Новый год. Можно вспомнить много. Да нет, ну, даже так, чисто технически техника имеет ограничения. Сколько километров в час она может почистить. Не можете вы же купить на каждый километр по тракту? Нет. Ну, подтверждением того, что это невозможно, моим словом, может быть, то, что в аэропорте в силу... Если сильный снегопад, то даже при том, что там на этот... на этот случай держится колоссальная техника, все равно приходится какое-то время закрывать. Но есть экстремальный. Такой снег, который был на последние недели, это дорогого стоит. У нас, я не знаю, успеем, не успеем, очень коротко, если можно, за ваш... Я каждый год чищу сам, где стоит машина, каждый год. И на это место встает какой-нибудь сосед и прожок, который ничего не хочет. Дайте, не выражаю. Понятно. Давайте не будем, во-первых, выражаться в эфире, да. Ну, я скажу так, это обязанность владельцев машин очищать стояночное место в России. Так что, спасибо вам, что вы эти обязанности выполняете и позор тем, кто это не делал. Это единственное, что можно сказать. А в принципе, я немножко о другом говорю. Потому что, ну, одно дело стояночное место, другое дело тротуары, подъездные пути, где всем нужно иметь их честь. Ну, будем продолжать нести свою идею и в следующем году, Сергей, да? Ну, тем более, что год наступает. Я предлагаю проще заказать столбики и поперед. С наступающим. С наступающим. С наступающим всех. Сергей Сидорко, Айвер Гонтарев сегодня отвечали на ваши вопросы, подводили итоги. Программа «Добро пожаловаться». До встречи в 2022 году. Удачи, счастья вам и благополучия в следующем году. До свидания. Удачи. Радиоболтком